Парнас М. – российская мясопромышленная компания, образованная на базе активов приватизированного в начале 1990-х годов ленинградского мясокомбината номер 3. В 1996 году компанию возглавил Сергей Удачин, вскоре получивший контроль над основным пакетом акций. В 1997 году компания приобрела мясокомбинаты «Луги» в Волхове и в Техвине. А объемы производства на базовом петербургском предприятии после характерного спада начала 1990-х годов выведены на уровень советских времен. В конце 1990-х годов фирма начала также вертикальную интеграцию. В начале 2000-х годов приобретено животноводческое хозяйство «Рассвет под Санкт-Петербургом» и завод «Монополист» по производству белковой колбасной оболочки в Улуге. В середине 2000-х годов в капитал компании вдалее 30% вошел Европейский банк реконструкции и развития и на привлеченные средства купленные крупные мясокомбинаты в Первомайском и Твери. Приблизительно в то же время были приобретены мясокомбинаты в Ипатове, Стерли, Тамаки и Готни. В 2007 году доля компании на российском рынке мясной гастрономии составила 1,7%. При этом на рынке мясопродукции северо-запада России Парнас М входил в лидирующую тройку производителей и рассчитывал по мере продвижения региональной экспансии войти пятерку ведущих мясопромышленников России. В сентябре 2008 года сообщалось о продаже удачным основной доли в компании владельцам Синявинской птицефабрики во главе с Никитой Мельниковым. Однако позднее стало известно, что в последний момент сделка сорвалась. Сумма несостоявшейся сделки наблюдателями оценивалась в диапазоне 28 долларов США и 30 центов 79 миллионов. Долговая нагрузка компании на тот момент состояла из задолженности 800 миллионов рублей по кредитной линии Номасбанку и 1 миллиард рублей по облигационному займу. В ноябре того же года компания подала ЕСК о собственном банкротстве. В 2010 году в фирме введено внешнее управление. В процессе урегулирования задолженности в 2010 году компания лишилась Волховского, Тверского, Тихвинского и Ипатовского мясокомбинатов. Компания вышла из процедуры банкротства в 2013 году, но в конце 2014 года вновь подала искание состоятельности. В результате снова было введено внешнее управление. Сумма задолженности составила 2 миллиарда рублей. Проблемы компании в 2014 году могли быть вызваны ребрендингом, следствием которого стало отмеченное в рознично-торговых сетях падение продаж продукции торговых марок. Парнас-М из-за усерия узнаваемости потребителями производственной активы компании состоянию на конец 2014 года. Мясокомбинат Парнас-М в Санкт-Петербурге. Мясокомбинат в Первомайском Тамбовской области. Новостерли-Тамакский мясокомбинат. Мясокомбинат в Готне-Белгородской области. Владельцы. Сергей Удачин и Европейский банк реконструкции и развития. Субтитры создавал DimaTorzok